Еврохим Северо-Запад крупнейший производитель АМИАКа в Европе. Фоторепортаж. Производство Еврохим Северо-Запад крупнейший производитель АМИАКа в Европе. Фоторепортаж. А я ведь опять про Ленинградскую область. А как оттуда не вещать, ведь в какую сторону не посмотри, а в плане промышленности у них все около. Не верите словам, давайте судить по делам. Возьмем, например, химию. Опять трудно поверить, но это Россия, пожалуйста. Очередное супер-пупер новое производство с амбициями на лидерство, построенное недавно, запущено в июне 2019, с нуля, ценой около 1 миллиарда долларов. Знакомьтесь, это АО Еврохим Северо-Запад из города Кенгисеп, а специализируются они на производстве АМИАКа. Завод готов выдавать до 1 миллиона тонн АМИАКа в год, и по мощности этой производственной установки они номер один в Европе. Более того, на данный момент, это самое эффективное в мире предприятие по коэффициенту использования газа. АО Еврохим Северо-Запад является 100% дочерним предприятием минерально-химического холдинга Еврохим. Завод расположен в непосредственной близости от принадлежащего группе Еврохим Eurochem Group AG завода Фосфорид, производящего фосфорные удобрения. Все дело в том, что АМИАК применяется в разных областях, но одной из ключевых является выпуск удобрений. Поэтому производство АМИАКа и удобрений связаны между собой одной цепью, вот поэтому они и дружат домами. 2. Для справки. АО Минерально-химическая компания Еврохим управляет российскими активами Eurochem Group AG, а это один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Компания занимается добычей полезных ископаемых и углеводородного сырья, производством, логистикой и дистрибуцией удобрений. Группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России и Верхнекамское месторождение в Пермском крае, Усольский калийный комбинат, и одно из самых крупных месторождений калийной руды в России Гремичинской и Волгоградской области, Еврохим Волгокалий. Производственные мощности и сеть дистрибуции находятся в России, Казахстане, Литве, Бельгии, Китае, Бразилии и Т. Д. В компании работают более 26 тысяч человек. 3. 4. Конвертер синтезо. Пожалуй, один из самых главных элементов на заводе. В нем происходит синтез аммиака. Что касается технологического процесса, то вкратце он выглядит следующим образом. Производство аммиака состоит из трех основных стадий – получения азотоводородной смеси, ее очистка и, собственно, синтез аммиака. В нашем случае на завод по газопроводам поставляется природный газ, который очищается, смешивается с паром и подается в первичный реформер. После чего газ в печи первичного реформинга проходит через специальные реакционные трубы с катализатором и конвертируется в водород. Далее в установке вторичный реформер технологический воздух смешивается с газом, полученным в печи первичного реформинга. На следующем этапе полученная смесь очищается от ССА-2, после чего в криогенной установке КВА происходит удаление излишков азота, а также остатков инертных газов. И, наконец, наступает очередь синтеза аммиака. 5. Соглашение о строительстве предприятия было подписано на ПМЭФ в 2016 году в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Мати Аренце. Проектированием комплекса занималась компания из Италии Маире Тегнамонт. Завод Еврахим Северо-Запад был построен с применением новейших технологий производства, в том числе запатентованного КВА. Процесса аммиака Пьюрифайтн. За стройку отвечала российская компания Велистрой. 6. 7. Пульт управления предприятием. В связи с запуском завода было создано около 250 новых высококвалифицированных рабочих мест. А как промчиновники то обрадовались, ведь ожидаются ежегодные налоговые поступления от нового предприятия в бюджеты разных уровней в районе 3 миллиарда. Рублей. 8. Вот на этих установках происходит очищение газовой смеси от СС-2 и удаление излишков азота, а также остатков инертных газов. Новое производство было возведено всего за три года на территории старой обогатительной фабрики, для чего были полностью демонтированы оборудование и здания. Это позволило избежать дополнительной экологической нагрузки и сохранить существующую санитарно-защитную зону в прежних границах. 9. 10. Как и на других химических производствах, все основные процессы скрыты от наших глаз, нам лишь остается любоваться масштабом и мощью. А и правда, дух захватывает от блеска металла, когда ты поднимаешься на такую высоту. Немного занимательной статистики. На строительство завода ушло около 12 тысяч тонн стали и более 64 километров. Суай. В разгар строительства на площадке работало свыше 5 тысяч человек. 11. 12. Официальное открытие завода состоялось 7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума МЭФ-2019, а уже в сентябре они похвастались, что произвели первые 500 тысяч тонн намеака. Так держать за новыми рекордами. 13. Предприятие включает в себя целый комплекс объектов, связанных с доставкой сырья, а также производством, хранением и отгрузкой продукции. В сеть инженерных сооружений входит установка синтеза аммиака, склад жидкого аммиака, газопроводная ветка, а также другие объекты инфраструктуры и логистики. 14. 15. Установка вторичный реформер, где технологический воздух смешивается с газом, полученным в печи первичного реформинга. 16. 17. 18. 19. Не секрет, что аммиак относится к числу важнейших продуктов в химической промышленности, а его производство считается одним из самых технологичных в отрасли. В качестве сырья выступает азот, извлекаемый из воздуха, природный газ и вода. Всего в мире производят порядка 150 миллионов тонн аммиака в год, теперь и наше предприятие вносит в это дело свою лепту. Аммиак необходим при производстве минеральных удобрений, различных полимеров, в медицине и Т. Д. 20. 21. Важно отметить, что, как и любое новое предприятие, построенное с умом, Еврахим Северо-Запад и про экологию не забывает. Они работают в замкнутом цикле водооборота, что позволяет забирать и очищать воду любого качества и использовать ее в технологическом процессе многократно, исключая при этом производство стоков. В таком режиме они не только о себе думают, но и соседнему фосфориту помогают. Более 70% их сточных вод теперь тоже под контролем. Местная экосистема уже это оценила и не перестает говорить спасибо. 22. 23. 24. Наш завод, как стахановец, работает без остановки 365 дней в году, 24 часа в сутки. 25. 26. Печь первичного реформинга. В ней газ проходит через реакционные трубы с катализатором и конвертируется в водород. Основными потребителями выпускаемого в Кингисеппе и Аммиака, кроме уже упомянутого выше фосфорита, являются заводы Еврахима по производству удобрений в Бельгии и Литве. 27. 28. 29. Градирня. Она предназначена для охлаждения воды, которая участвует в технологических процессах. 30. Рядом с производством также построен новый склад для хранения жидкого аммиака. Например, прямо перед нами один из двух больших изотермических резервуаров для хранения аммиака. Объем каждого из них по 30 тысяч тонн. 31. Специальный душ, если вдруг точка они тут повсюду, как никак химическое производство. 32. 33. 34. 35. Каждые 3,5 часа здесь заливается по 30 цистерн Аммиака, которые отправляются в том числе на экспорт. ГГЛ. Субтитры создавал DimaTorzok